Гон. Волки голос отражается от стен зала. Это место не для живых. Уходите, пока еще можете. Сначала ответь на пару вопросов. Поищи ответ в другом месте. Здесь убежище для мертвых. Я не позволю больше нарушать их сон, дожиением еще каких-то нахальных смертных. Еще? А что, кто-то уже был здесь? Если хочешь знать. Да. Есть еще один злоумышленник, который все еще продолжает нарушать покои этих священных салов. Ярость в голосе призрака пропадает. Похоже, что он опечален. Души моих братьев и сестер просят о мире. Так почему же ты его не выгонишь? Не могу. Этот трус заберся во внутренних палатах в Мавзолее. Он возник мощный барьер, так что я не могу попасть в эти палаты. Именно оттуда он звает темным стелом, чтобы поднять из мертвых моих братьев и заставить их повиноваться его злой воле. Я тебе помогу. Ты согласишься. И пропустишь меня. И ты скажешь. Того я так? И предостережешь о том, что здесь есть страшные-стражные мертвые, которые могут нас убить. Но мы не будем с ними драться. Потому что это достаточно скучная локация. Здесь нечего исследовать. Здесь есть только однообразный бай. И опыта за них немного. Все. Готово. Готово. Расключились. Готово. Я улыбился. Готово. Немножко нам настучали. Ты видишь человека среднего роста, в длинных черных одеждах. Его волосы тщательно уложены, а аккуратная профессорская оборотка подчеркивает его приятные черты. Заметив тебя, он откладывает в сторону книгу, в которой он что-то писал. И, улыбаясь, уверенно шагает к тебе. Впечатляет. Должен признать, не думал, что ты сможешь добраться до сюда. Счастлив был огорчить вас. Это вы виноваты во всей этой истории с ожившими мертвецами. Кто я такой? Это вас не касается. А вот для чего я здесь? Это должно волновать вас гораздо больше. Пока он говорил, он внимательно разглядывал вас. Так, словно был вами очурор. Это очень приятно. Очень хорошо. Так чего же вы хотите? Он делает шаг назад, а то выгибает бровь тугой. Я хочу вашей крови. Это что, угроза? Человек начинает отвечать, но неожиданно останавливается. На его лице появляется дьявольская усмешка, и он начинает хохотать. Ха-ха-ха-ха! Да! Я думаю, так оно и есть. И он расхохотался еще больше над собственной шуткой. Ты замечаешь, что его руки начинают двигаться. Медленно они движутся вперед и назад, оставляя запутанные следы в воздухе. И у нас есть замечательное заклинание, которое мешает магам творить волшебство. И он не может быть. Уже падут. Мы получили уровень. Это в моем книге. в такие браслеты входят стандартный комплект мага приключенца и широко распространены по всем планам судя по некоторым признакам стереотех браслетов относится к сигилу защита производимая ими от обычных атак равна защите чешуйчатого доспеха прекрасно дам нас еще одно заклинание это заклинание увеличивает показатель силы определенное количество очков или десятую часть очков больше 18 от одного до четырех очков мастер бак это заклинание у нас уже есть мусор сбросим морта потом все это продадим ага этот переплетенный в кожу том потрескался и пристерся от времени на его поверхности выжжено что-то вроде герба ты можешь разглядеть несколько сцепленных треугольников рядом с инициалами ср надписи на страницах сильно потускнели но несколько последних записей похоже были добавлены совсем недавно второй день ста двадцать седьмого года правления фрактола хашкара наконец-то я нашел ее пропавшая страница гримуар аптарш теперь моих руках как я и думал она содержит список необходимых компонентов для заклинания окончательного превращения у меня есть все компоненты кроме одного капля крови бессмертного это все что стоит все что стоит между мной и вечной силой нежизни но где мне найти такую редкость наверное я должен поискать ответ в предсказаниях четырнадцатый день ста двадцать седьмого года после нескольких дней проведенных в поисках предсказания я все-таки получил ответ предсказание открыло мне что я смогу найти бессмертного в древнем мавзолее расположенном в районе хайва я должен поспешить надо найти это создание добыть его кровь прежде чем двигаться дальше я добрался до мавзолея на меня сразу же напал призрак охраняющий останки тех кто был здесь погребен я сумел ускользнуть от него и укрыться в том что по-видимому является внутренним святилищем защита из несложных барьеров могла предотвратить дальнейшее вмешательство мои дела этого сверхъестественного охранника мне пришлось поднять несколько усопших чтобы они поискали бессмертного если предсказание было верным и бессмертный действительно где-то здесь то скорее всего он погребен где-то в этих стенах теперь это лишь вопрос времени семнадцатый день я тут не один кто-то проник в мавзолее и столкнулся с моими слугами может это именно тот кого я ищу предсказание только сказала мне что я найду его здесь могло ли случиться так что мое присутствие в этом месте и подтолкнуло того кого я ищу искать меня именно тут какой изумительный поворот мне придется чернил этой последней записи еще не успели высохнуть бедняга о райт как только ты вошел в коридор дух охранник материализовался перед тобой похоже что он настроен вполне доброжелательно благодарю тебя ты оказал меня я ценю мою услугу души и моих друзей снова спят в мире и покое иди с миром друг он исчезает, оставляю вас в одних пустынных залах в Мазалии улучшил мой журнал в коем случае в порядке все сон в порядке все все Так, выход не здесь. Я умер. Упдейт мой журнал. Озабоченные морщины на лице Нарочи разглаживаются по мере твоей речи. Благодарю я. Он залезает под рясу и вынимает маленький мешочек, который передает тебе. Медики. Сотня. Я также нашел непыльного. Он мертв, и это сильно мешает ему шарить по кормам. Упдейт мой журнал. И он дает нам еще одну сотню. Прекрасно. Спасибо, и рад был помочь. Прекрасно.